Зинаида Ивановна Я не исчез и не умер, даже не сошел с ума. У меня все хорошо, и что я решился войти в дверь. Как помните, мы с вами были обеспокоены исчезновениями наших сверстников и людей немногим моложе. В нашем маленьком городе такого рода события быстро становятся известны. Помните, как боялись выйти на улицу в страхе, что какой-нибудь негодяй подойдет, как даст по голове, и не будет больше Андрея Степановича. Так вот, пожалуйста, не бойтесь и дочитайте письмо до конца, потому что здесь совершенно нет ничего страшного. И я надеюсь, что вы тоже сможете решиться, как и я. Дело обстоит в том, что на одной из своих прогулок я зашел на пустырь за Сталеварным районом и обнаружил, на первый взгляд, ничем не примечательную дверь, лежащую на земле. Тогда был прохладный темный вечер, накануне выпал и не растаял снег, и эта белая дверь должна была остаться незамеченной. Тем не менее, именно она среди горы мусора виднелась совершенно четко. Мое внимание сразу привлекло то обстоятельство, что к этой двери вело несколько пар следов, но в обратную сторону они не шли, а как будто бы исчезали за этой дверью. Я сразу подумал, что там, возможно, находится бункер-погреб или что-то типа того. Но когда я попробовал поднять ее за ручку, то увидел только мерзлую землю и жухлую траву. Вы знаете, я человек не суеверный, рожден и воспитан советской идеологией. Но тогда мне стало совершенно не по себе. После этих событий, казавшихся комичными и жутковатыми одновременно, я старался держаться от Столиварного подальше. Просто думал обходить его, да и все. А в это время вы мне рассказали о том, что куда-то исчезла еще одна наша добрая знакомая, Зоя Никитична. Это было довольно необычно, учитывая, что последние несколько лет она не вставала с постели. Помню, вы рассказывали со слов ее дочери, что дверь в комнату Зоя Никитична была распахнута, постель не убрана, и что вся уличная одежда и обувь осталась на своих местах. Тем же вечером я, без всякого умысла, решил снова прогуляться до пустыря. Стариковская бессонница замучила, а свежий воздух способствует засыпанию. К этому времени снега выпало еще больше, так что прогулку я совершал в гордом одиночестве. Пустырь был белым и даже почти нетронутым. Однако из памяти не шли те, те следы, что я обнаружил в прошлый раз. И стоило только об этом подумать, как я вновь заметил еще одну цепочку отпечатков. Кто-то босой прошел здесь, свернув стропки и углубившись на пустырь. Мне стало тревожно за человека. Я тут же припомнил ваш рассказ от Зои Никитичны. И тогда я отправился вдоль следов, понимая, что, возможно, мне предстоит увидеть там, где они закончатся. Но, к счастью, я увидел лишь ту же самую дверь. И следы заканчивались где-то под ней, потому что кругом расстилалась лишь нетронутая целина. Я хотел вновь приподнять дверь, но в воздухе вдруг запахло липовым цветом и засвучал детский смех. Возможно, мне следовало бы испугаться, напрячься или возникло бы любое другое чувство, но осознание пришло внезапно, что давно я не чувствовал себя настолько хорошо. Точно с плеч слетели лет двадцать пять, а то и все тридцать. Оглянувшись по сторонам, я был все на том же пустыре, однако запах липового цвета не исчезал, и смех прозвучал снова. Но теперь я отчетливо понял, что исходит он из подлежащей на земле двери. Здесь вы, возможно, посчитаете, что я совершенно сошел с ума на старости лет, но прошу вас, дочитайте дальше. Хотя на момент я и сам усомнился в собственном рассудке, ведь уже сколько лет старику. Однако взялся за холодную стеклянную ручку и открыл дверь. Вспышка яркого, буквально летнего света остепила меня, и я прикрыл глаза свободной рукой. Вместе со светом из-за двери несли запахи липы, свежего жаркого лета. А в журчании детского смеха я начал узнавать знакомые мне и дорогие голоса. Пашку Стрельцова, с которым за одной партой сидел в детстве, он еще с буквой «Р» никогда в ладах не был. Иришку, старосту класса, Сашка Карпов, Антон Рудый. Все были там, в потоке белого, золотого света. И знаете что? Зою Никитичну я там тоже расслышал. Только это была не та старуха, что мы с вами помним. Это была Зойка Синицына. Вернее, будет сказать, самая красивая девочка в классе. Пишу вот и краснею. А главное, что они меня узнали. Андрей, кричали хором и смеялись. Андрюшка, давай к нам. В мяч погоняем. И звонкие удары ногой по мячу я слышал. И щебет купающихся в песке воробьев. Ах, прекрасное было время. Отняв руку от глаз, я зажмурился. Но потом, свет кажется немного померк, а может быть, это я привык к нему. И тогда мне показалось, что я начинаю развлечать в нем силуэты. Проступил горизонт и футбольные ворота. Помните, когда-то здесь на пустыре мы все лето проводили, играя в мяч. Так что даже матери дозваться не могли. Увидела силуэты детей, махавших мне руками. Я отчего-то испугался того, что могу разглядеть дальше. И уронил створку. Сияние стихло. Ушло летнее тепло и его запахи. А я вдруг парадрок до самых костей. Посмотрел на часы. Была половина первого ночи. Получается, я здесь простоял целых полчаса. А в моем-то возрасте такое недопустимо. С трудом разогнувшись, я побрел домой. Ох, и донимала же меня ночью колено. Ваша мазь, конечно, немного успокаивала. Но в него точно раскаленный пруд вкручивали. Маялся я до утра. Все вспоминал в школьные годы. Друзей, как пионеры посвящали. Все вспомнил. И мечты, и надежды. И когда на ум не шло, теперь вдруг нахлынуло. Но особенно вспоминалась та молодая легкость во всем теле. Которая охватила меня. Когда я открыл дверь. Так до самого утра и промаялся. Пока нога не отпустила. Зинаида Ивановна, вы простите, что я вам крайние дни редко заходил. Это я все по ночам до пустыря ковылял. Дверь-то она была там, вот только ни лето, ни детство за ней не оказалось. Только прямоугольник замерзшей травы. Я тогда в отчаянии был, думал. Раз в жизни напоследок показали мне чудо. А я отбросил его. Ударив по протягивающейся руке. А потом время припомнил. Время на часах было полночи тридцать минут. Так что... Пора мне заканчивать свое письмо. Уже одиннадцать. А до пустыря еще дойти надо. А когда иду... Открою дверь и тогда уж не забоюсь. Войду внутрь. И буду играть с ребятами в мяч. А потом обольюсь водой из колонки на углу. Я надеюсь, что вы решитесь следом за мной. И если да... Запомните. Полночь. Пустырь за Сталеварным. Дверь хорошо видна. Снег ее от чего-то не заметает. И когда вы распахнете ее... Клянусь. Я буду звать вас громче всех. С уважением. И надеждой на скорейшую встречу. Андрей. Несколько молодых парней в форме. Рыскали по пустырю за окраиной небольшого городка в области. Была весна. И снег вовсю таял, обнажая камни. Рыхлую темную землю. И то, что зимой казалось простыми сугробиками. Не вызывавшими никаких подозрений у местных. Еще один подснежник. Гаркнул один, сметая щеткой снег со стариковского лица. Вот что их сюда понесло зимой. И всем городом искали. А по весне вон. Нашлась пропажа. Только вот что странно. На пустырь тоже захаживали даже с собаками. Не нашли тогда. И улыбаются они все как один. Беззубые. С железными коронками и вставными члюстями. Улыбаются так. Точно дети при виде мороженого. Вздрогнув. Парень выпрямился в полный рост. Хрустнул пальцами. И махнул обеими руками, подзывая к себе коллег. Государственные органы. Совершают привычную для себя работу. Однако никто из их сотрудников не замечает, как в талом весеннем воздухе вдруг веет сладким липовым цветом.